Сергей Григорьевич Бесхитростный и безыскусный Стоял мой город захолустный Проулок, тротуар дощатый При слове ворох непочатый Крапива у родных ворот Да каланчи чугунный рот И огороды, огороды Моркови медленные роды Зеленоклювый огурец Щебечет, как в гнезде птенец Не тут ли понял я впервые Что сорняки враги живые Что грядки это те порядки Где свой талант у каждой грядки И надо выполоть сорняк Мохнатый, будто шерсть дворняк Я здесь родился в царстве Учился подходить к предметам Здесь сделал первые шаги Квадраты, ромбы и круги Здесь прямо в снег Из черной бани И черт играл на барабане И санный полос, как смычок И белой лошади срачок О детство гулкие дворы О переулки той поры Отвага первого признания Тропинки мира понимания Студеных весен сквозняки И первой драки синяки Благодарю судьбу за милость За эту вот неприхотливость За то, что, не сходя с дороги Купал в пыли босые ноги За испытания прямотой То очень трудной, то простой За весь сибирский мой уклад С природой влад И с правдой влад АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, нет, Сибирь Не просто слово Не смена верст Не их повтор Нет тут всему первооснова душа, а уж потом простор. А уж потом земли светанье, снежинь и кедры крепыши. Сибирь не просто расстояние, а состояние души. А у нее свои приметы, свои цветы, своя полынь, и те иртышские рассветы, и та байкальская глубынь, и тот размах, что чтится свято, и честь в чести, таков закон. И я горжусь, что был когда-то сибирской женщиной рожден. Ну, после того, как вы узнали, где я родился, где я рос, и по какой земле я ходил босиком, я думаю, что самое время почитать стихи о земле, о небе, о воде, о полях, о лесах, о птицах. То есть, короче говоря, обо всем том, что мы с детских лет привыкли называть одним ласковым, великолепным, замечательным, огромным словом – природа. У каждого человека своя природа, так же, как своя песня и своя любовь. Я лично природу воспринимаю не только как объективно существующую данность – вот небо, земля, поля, просторы и так далее. А для меня природа еще всегда непостижимая, удивительная, загадочная сказка. Вот так я в меру своих сил и стараюсь писать о природе. Сейчас я вам почитаю стихи. Мой лес Живу в лесу, молюсь колесу, В грибное лукошко кладу росу, Витая стежка бежит старошка, Под синей осинкой сидит старошка. А у осинки, в глазах косинки, Нагнутых в ветках висят ворсинки, Артелью белки ведут по белке, Бегут березы играть в горелки. Лесные палаты Чуть сыроваты Ползут сквозь чащу Корней раскаты На все усадьбы Синичьи свадьбы Ах, тем синицам Меня позвать бы Лось без опаски Идет сквозь краски Мои цветные лесные сказки Летали синие галки Кружили красные волки И елки были, как палки И палки были, как елки От елок от тех направо Зеленые мчались речки И улыбались лукаво Желтые человечки А рядом, ломая традиции Нарушив все представления Яблоки синелицые Росли на рогах оленьих Рог был внизу багряный Вверху голубого цвета Ах, да чего же странный Пестрый художник этот Странный? А вы уверены? Не торопитесь, пожалуй Не так уж он прост, наверное Этот занятный малый Отбросим кривые толки Зачем ходить за примерами? Конечно же, красные волки Красивее, чем волки серые О, эти краски мажорные Эти смешные линии А галки Такие черные Что даже скорее Синяя А на рогах оленьих Яблоки зреют зримо На севере Это спасение Это необходимо Разве смогу забыть я Яркую суть Открыть я Этот полет И цвет Спасибо тебе, художник Спасибо тебе, художник Художнику Восемь лет Враги Море работало Шумно Нервно Куда-то в неведомое гребя И было ему Тяжело, наверное Землю Отталкивать От себя А оно Отталкивал Все дальше Края Выгрызало Перед собой И не было В их отношениях Фальши А был Между ними Извечный Бой Два противника Два солдата За ними Империи Города И неуступчиво Бесновата На землю Наваливалась Вода Швыряла Камнями В нее И громом Руку Подняв На землю Мою На хлеб На цветы На дымок Над домом На песню Которую Которую Я пою А стервенев От белого Пляса Мутила Землю На берегу А я Не могу Без земли Ни часа А я И без моря Жить Не могу А мне Бы Такое Найти Спряженье Когда Бы Две Силы Слились В одну Я Ненавижу Это Сраженье Эту Бессмысленную Войну И Как бы Море Не Билось Нервно Куда-то В неведомое Гребя Ему В душе Тяжело Наверно Землю Отталкивать От себя Реки Как на земле Мне прожить Спокойно Чтоб не жалеть О прошедших Днях Большие Реки Текут Достойно Маленькие Шебуршат На камнях Они Раздражаются На перекатах До бешеной Одури До белизны Большие Реки Как Рыцари В латах Неповоротливы Но Грозны Большие Реки Щедры Незлобны Огромные Движутся В них Миры Большие Реки Небоподобны Небосиятельны И Добры Недавно в Комсомольской правде Вы напечатали Подборку стихов О любви Можете ли вы сказать Что такое Любовь Ну То что я напечатал Стихи В Комсомольской правде Любви Это действительно так А вот что касается Второй половины вопроса То я думаю Что на него Может ответить Каждый Из сидящих Здесь в зале Причем Каждый будет Отвечать по-своему Потому что Любовь для каждого человека Естественно Своя Я вам должен Сказать Что я понимаю Любовь Так Это когда Два человека Встречаются И каждый Хочет стать Лучше Чем он есть Вот это Жажда Совершенства Жажда Делать И творить Добро Вот это По-моему И есть Любовь Впрочем Может быть Некоторые люди Понимают Это иначе Я этот Вопрос Понимаю Так А Все остальное Я опять-таки Скажу вам Стихами Потому что Я буду сегодня Читать Стихи Любви Какое событие Происшедшее В вашей жизни Вы считаете Самым Памятным Ну Я бы соврал Если бы я вам сказал Что только Одно событие Которое Происходило Со мной В жизни Осталось у меня В памяти Но Самым Памятным Для себя Лично Я считаю Возвращение С войны Этого Я никогда Не забуду Не то Как я уходил На войну А вот То Как мы Возвращались С войны Потому что Тот человек Который Пережил Все Это Тот Человек Который Видел Как мы Отступали И тот Человек Который Видел Как мы Потом Наступали И сам Все это Пережил Это Конечно И возвращение С войны Это Конечно Забыть Невозможно Ваше Отношение К песне Ну Вы Наверное Знаете Что я Написал В своей Жизни Много Песен Некоторые Из них Вы Очевидно Поете Многие Песни Мои Вы Не знаете Но Написал Я В своей Жизни Очень Много Песен И Буду Это Делать Потому Что Очень Люблю Песни Поэт Который Пишет Песни Который Написал Много Песен Очень Часто Потом Встречается Со Своими Песнями В жизни У меня Было Несколько Встреч С Песнями Были И Так Скать Ну Что Л Юмористического Плана Даже Если Хотите А Были Трагедийного Плана Всякие Встречи Вот Одну Из них Я Вам Сейчас Хочу Рассказать Когда Кончилась Война Я Поехал В город Сухуми Тогда Он Назывался Еще Город Сухум Потом Он Стал Называться Сухуми И И Вот Я Будучи Еще Сравнительно Молодым Человеком Приехал В этот Город И Пошел На Базар Я Очень Люблю Южные Базары За Их Жизнелюбие За Их Краски За Их Энергию И Вот Я Пошел Купить Фруктов На Базар Подхожу К Базар Три Часа Дня Жарко Так же Вот Как Сегодня Здесь И Вдруг Ко Мне Подходит Человек Весь Если Можно Так Сказать Заросший Волосом Весь Это Теперь Никого Не Удивишь А Тогда Это Было В Диковину У Него Была Огромная Борода Огромные Волосы Огромные Усы Подошел Ко Мне И Говорит Молодой Человек Дайте Мне 5 Рублей Я Посмотрел На Него И Говорю А Почему Собственно Такая Категоричность Почему 5 А Почему Не 8 Или Не 2 Я Говорю А Потом Кто Вы Такой Он Говорит Я Артист Я Говорю А Что Вы Делаете Я Езжу По Поездам И Пою Мои Самые Любимые Песни Какие же Песни Вы Поете Спросил Я Он Говорит Я Пою Подари Мне Сокол На Прощание Саблю Вместе С Острой Саблей Пику Подари Я Говорю Эту Песню Написал Я Он На Меня Так Посмотрел С ног До Головы И Говорит Врешь Я Говорю Нет Не Вру Он Говорит Скажи Слова И Я Забыл Слова Не Могу Вспомнить Ни Одного Слова Он На Меня Посмотрел Покачал Головой Говорит Эх Ты А Еще В очках Вроде Интеллигентный Человек И Пошел И Только Когда Он Уже Отошел От Меня Шагов На Пятьдесят Вот Тогда Только Я Вспомнил Слова Своей Песни А Он Ушел И Конечно Был Убежден В том Что Я Его Обманул Но Была У меня И Другая Встреча С Песней Вот Под Эту Самую Песню О Которой Я Вам Говорил Сейчас Подари Мне Сокол На Прощание Саблю Я Уходил На Войну Под Собственную Песню Когда Мы Вышли Из Москвы А Шли Мы Пешим Маршем Из Москвы В Нашей Дивизии Был Батальон Коломенских Рабочих И Вот Кто-то Из Этого Батальона Рук Запел Подари Мне Сокол И Все Запели Вместе С ним И Я Запел Совсем Не Думая О Песня Твоя Тогда Только Каким-то Я не знаю Шестым Десятым Чувствам Я Сообразил Что Это Действительно Моя Песня И Вот Под Эту Песню Я Уходил На Войну Так Разве Можно Не Любить Песни Конечно Я Всю Жизнь Это Делал Делаю И С Огром Удовольствием Всегда Буду Писать Песни Дальше Ломает май Кусты Сирень Гром Говорит С Крутой Горой А По Ночам Приходят Тени И Властно Требуют Открой Открой Впусти Солдат Убитых Дай Нам В тепле Заночевать Ты Слышишь Гром Сапог Разбитых Нас Много Нас Не Сосчитать И Мы К Невестам Шли Когда-то И Горе Плакала Навзрыт Зачем Невеста Ждет Солдата Он Мертвый Он В земле Зарыт Зарыт А Разве Все Зарыты А Разве Убран Тот Погост Не Всем Досталось Лечь Под плиты И Вытянутся В полный Рост И Хоть Не Могут Быть Забыты Те Что С землей Обручены Еще Не Всем Венки Отлиты Не Всем Награды Вручены Холмы У памяти Покаты Но Пусть Сгоревшие В огне Солдаты Мертвые Солдаты Живут Живыми Наравне АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выстрел Когда бывало под бомбежку Ты в чистом поле угодишь И належишься вдоволь в лёжку И все травинки разглядишь Когда в лесу при артобстреле Ты вдруг спружинишься в комок И прямо в грязь ползёшь в апреле И весь до ниточки промок И до того тебе не насно И так грохочет арт запас Но это всё не так опасно Хотя и страшно каждый раз Нет, нет, не тот огонь Метельный Готовый всё сорвать с опор Всего опаснее Прицельный Прицельный Летящий на тебя В упор Спиралью воздух завивая Жужжит и жалит До конца Пчела Военно поливая Кусочек острого Свинца Вот кто тебя Всё время ищет Глухим предчувствием знобя И если мимо То засвищет А если молча То в тебя Я сейчас прочитаю стихотворение Спасибо Которое мне Самому просто Вот В моей биографии Оно сыграло очень большую роль И оно мне самому дорого именно этим Я как-то напечатал в газете Известия Стихотворение Которое называется Костыль Стихотворение это прочитала в Польше Известная очень певица Анна Герман Написала музыку сама И сама поёт эту песню Куда я спрячу Вечную тревогу Как я исчезну В памяти Велю Костыль идёт Костыль идёт Дорогу Вы слышите Дорогу Костырю А ведь и он Отплясывал когда-то И все его семнадцать С небольшим Плясали дробной строчкой Автомата Когда война кружила Перед ним Он был из нервов Шит Не из гранита Всей сутью жизни К подвигу готов И где теперь Нога его Зарыта Там ни могилы нету Ни цветов Я не в укор вам Люди доброй воли Пускай под солнцем Пенятся сады И дай вам Бог Не ведать Этой боли И никогда Не плакать От беды Я только то сказать хочу Что если Ты вдруг Костыль увидишь у ворот Остановись И как в хорошей песне Не суетись Не забегай Вперёд Вечная тема Войны Начинаются Внезапно Ходит по границе Тишина А потом Обвал И сразу Пятна Красные И вот она Война Вот она Гремучая Шальная Вся в лоскутиях Дыма и огня Землю под железо Подминая Целится Ракетами В меня Падаю И поднимаюсь Снова падаю И вновь Бегу Бегу И всё меньше Тёплого Живого Мертвецы Чернень На снегу Жрёт огонь Убитая Деревья А погибель Целится В меня И лежит Распятая Деревня На гвоздях На гвоздях Прицельного Огня Отступись Погибель Сделай Милость Мертвый я Или ещё Живу Ты зачем Война Опять Мне снилось Ни во сне Тебя Ни наяву Это хорошо Что так много вопросов Ведь вы понимаете Какое дело Вот сидишь дома Один Четыре стены Сидишь и пишешь И не видишь Ведь в лицо Вот так сказать Таинство нашей профессии Ведь ты же никогда Не видишь в лицо Тех для кого ты пишешь Прочитают они это Или не прочитают А если прочитают То какое выражение лица У них в этот момент будет Доставит им это удовольствие Или не доставит И вот такие вечера Когда ты встречаешься С теми для кого ты живёшь И для кого ты пишешь Особенно Вот такие активные вечера Это Дорогого стоит И это всегда Очень волнует Сергей Григорьевич Вы читали стихи о Сибири Мне они как сибирячки Очень дорогие А есть у вас ещё стихи о Сибири Кстати Я хочу сказать Что вот второе стихотворение Которое я читал Сибирь не просто Расстояние А состояние души Оно посвящено Прекрасно Нашему советскому писателю Сибиряку Моему земляку Анатолию Иванову Вы его великолепно знаете По вечному зову И по другим Да конечно У меня много стихотворений о Сибири Поэтому Стараешься выбирать То что тебе кажется На этот раз более интересным А может быть иногда И ошибаешься Тут трудно сказать Кого вы считаете своим учителем В жизни и в поэзии В жизни я считаю своим учителем Покойную мать А в поэзии Я не могу сказать так уж очень определенно Чтобы я был привержен Только одному поэту Я люблю Многих поэтов Хороших Но более всего Более всего Если бы вы меня спросили Кого я люблю Больше всех из поэтов Я люблю И кого я перечитываю На ночь Это Сергей Есенин Больше всего Люблю его АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы понимаете Поэзию можно любить По-разному Можно любить Умозрительно Можно любить По привычке А можно любить И так Что тебя Невольно Тянет Вот Взять эту книжку Перечитать ее Много раз Когда тебе грустно Или когда тебе Хочется с кем-то поговорить Ты достаешь С полки Эту книжку И перечитываешь ее Когда ты на ночь Ложишься И читаешь И снова перечитываешь Вот так я люблю Есенина Сергей Григорьевич Каких поэтов Вы имеете ввиду В стихотворении Слово о равнодушных Вот я имею Как раз именно Таких поэтов Ввиду Равнодушных Ведь поэзия Тоже бывает Всякая Как и все остальное На свете С моей точки зрения Бывает поэзия Равнодушная Я вообще Больше всего На свете Если бы Меня спросили Какие страшные Недостатки Вы считаете Так сказать Главными Страшными Самыми Недостатки В человеке Я бы вам сказал Во-первых Равнодушие Во-вторых Необязательность Что почти Одно и то же Потому что Необязательный человек Он равнодушный Он может опоздать Не выполнить Своего слова Ему все равно Он равнодушен К тому Чем это Грозит Другим людям Как это Отзовется В других Сердцах Или душах Он равнодушен Вот с моей точки зрения Это самый страшный Недостаток В людях И в поэзии Тоже Знакомо ли вам Чувство Неуверенности Ого-го Еще как Вот вы Не сочтите Это За кокетство Мне нет смысла Я уже Достаточно Не молод Для того Чтобы заниматься Здесь Этим Так сказать Непроизводительным Делом Но Честное слово Это правда Вот бывает Иногда так Вот пишешь Пишешь Все вроде хорошо Потом Однажды Утром встал Прочитал И думаешь Боже мой Зачем же я Все это делал Это же Так плохо Это же Так плохо Для чего я Потратил столько Крови Энергии Сердца На это Потом пройдет Какое-то время И вдруг Возвращается К тебе опять Уверенность в том Что ты Вроде живешь Не зря Причем иногда Это бывает Совершенно Неожиданно Для тебя Вот идешь По улице И вдруг Слышишь Кто-то Произнес Строчку Твоего Стихотворения Или едешь В метро И видишь У человека Свою книгу В руках Или слышишь Свою песню И тогда Понимаешь Что может быть Действительно Все-таки Это надо Людям И тут Тогда возвращается Чувство Уверенности А если бы У меня Была сплошная Уверенность Я был бы Барабан А не человек Что такое Новаторство И как Вы его Понимаете Вот это вопрос Очень серьезный Очень серьезный И очень сложный Вы понимаете Какая история Я убежден Что поэзия Прежде всего Существует Для людей А уж потом Для себя И чем больше Я живу Тем больше Убеждаюсь В том Что истина Всегда Движется В направлении Простоты Это ее вершина Ну Известно Что вершины Видны всем Но покоряются Вершины Не каждому Не всем Это доступно Некоторым Чувство Простоты Доступно Как Врожденное Чувство Они Рождаются С этим Так же Как Иногда Рождаются Люди С поставленным Голосом А некоторые Идут К простоте Всю Жизнь Вот Был Такой Поэт Очень Интересный Поэт Семен Кирсанов Который Уж По части Сложности Или По части Если можно Так выразиться Загогулистой Строки Мог Дать Сто очков Любому Вперед Но и Он В пору Своей Зрелости Пришел К Абсолютно Ясному Стиху К Простоте Вспомните Вспомните Чуть Не Последние Стихи Предсмертные Посвященные Ленинграду Стихи Которые Называются Ленинградский Цикл И которые Печатались В журнале Знамя Так вот Отрицает Ли То Что я Сейчас Сказал Новаторство Вот Простота Стремление К простоте Отрицает Ли Стремление К новаторству К усложненности Нет Нет Не отрицает Происходит Ли Обновление Формы И содержания Конечно Это Неотвратимо Хотим Мы Этого Не Хотим Плохо Я отношусь К этому Или Хорошо Это Неотвратимо Это Так же Неотвратимо Как смена Времен Года Но Вместе С тем Я должен Сказать Что вот Скажем Если Предыдущая Зима Не была Похожа На нынешнюю А нынешнее Лето Не похоже Скажем На предыдущее То ведь Природа Не рубит Под корень Своей Извечной Ритмой В произвольном Порядке Как ей Это Вздумается Ведь Если бы Это было Так Человечество Давным Давно Посходило С ума Нет У природы Есть свои Извечные Ритмы Каждый год Растут Новые Цветы Растут Новые Листья Растут Новые Деревья Но Все Растет Из Своего Корня И у Поэзии Есть Тоже Свои Корни И она Тоже Это должна Расти Из своего Корня Что я имею Ввиду Когда говорю Свой Корень Я имею Ввиду Народный Характер Народный Уклад У которого Своя музыка Свои Ритмы Свой Цвет И вот Скажем Новаторство Есенина А то что Сергей Есенин Был Новатором Смею Думать Никто Из вас Отрицать Не будет Так вот Новаторство Есенина Целиком Вырастало Из Этого Народного Корня Целиком Вырастало Из Этого Народного Уклада И вот Это я Называю Плодотворное Новаторство Ведь вот Скажем Если вы Строите Новый Дом Строите Новый Дом Так Постарайтесь Ради Бога Сделать Так Чтобы в Этом Новом Доме Людям Жилось Ничуть Не хуже Чем В старом И не Убеждайте Их Ради Бога В том Что Дверь В этом Новом Доме Надо Делать В потолке Или Я там Не знаю В полу Тогда Как Все истории Человечества Доказано Что Двери Надо Делать В стене Что Так Просто Удобнее Входить В дом И вот Я еще Что Хочу Сказать Вот Выводят Новые сорта Пшеницы Новаторство Это Новаторство Выводят Новые сорта Пшеницы Жаростойкие Зимостойкие Какие угодно Новаторство А для чего Их выводят Эти новые сорта Пшеницы Для того Чтобы Накормить Как Можно Большее Количество Людей Так Вот Поэзия Это Тоже Хлеб Человечества И я За такую Поэзию Которая Может Накормить Огромное Количество Людей Я Не понимаю Такую Поэзию Которая Ходит По дороге На которой Нет Людей Где Не с кем Поговорить Не с кем Перекинуться Словом Не с кем Сказать Ничего Никому Нет Я За поэзию За такой Хлеб Поэзии Который Кормит Большое Количество Людей Который Дорог И необходим Людям Вот это И есть Плодотворное Я подчеркиваю Это слово Плодотворное Новаторство Не новаторство Ради Новаторство Не штукарство А новаторство Которое Дорого И необходимо Людям Вот так Я это понимаю АПЛОДИСМЕНТЫ Я почитаю Вам сейчас Еще стихи Разные А потом Мы продолжим Потом Я вам Опять Отвечу На вопросы Синяя сказка Вы когда-нибудь Были На птичьем базаре Это так Разнокрыло Это так Интересно Посреди Океана На голом Граните Собираются Птицы И каждая С каждой Начинает Базар И такой В эту пору Поднимается Крик Что Наверное В Тбилиси Или где-нибудь В Персии Или в Мадрасе Содрогаются Лавки И ослики Плачут Чем торгуют Сегодня На птичьем базаре Разной Разностью Странностью Всякой Торгуют Продают Молоко Не простое А птичье В скорлупу Будто в чашке Его наливают И Пожалуйста Пейте Пока не Напьетесь А еще Здесь Торгуют И очень Недорого Синей Песней Пропавшей Пространством И морем Синей Сказкой Обряженной В яркие Перья Даже Небо Здесь Можно купить Для полета Хочешь Сто Хочешь Двести Возьми Километров И лети И на белое Облако Пуха Сядет День И поднимется Вместе С тобой Вы Когда-нибудь Были На птичьем Базаре Там Среди Океана На Смуглые Скалы Опускаются Птицы И Синяя Сказка Садится На камни Лицом К Океану Обида Скажу тебе Не для виду Не в проповедь Не в укор Будь медленным На обиду А на прощение Скор Кого-то Не очень Жалуя Не торопись Огорчить Царапина Даже Малая Способна Кровоточить Тут Вот ведь Какое Дело Спокойно Живешь Вполне Но Но что-то Тебя Задело И ты Уже Весь В огне И справа Огонь И слева И ты Как пожар В степи И рвутся Собаки Гнева С Гремучей Шальной Цепи Обидеть Ведь Это Просто Сказал И поблекли Дни А ты Доживи-ка А ты Досчитай-ка Доста А уж Потом Казни Нет Я не за тех Умильных Прощенцев И добряков В чьих душах Любвеобильных Лишь Венчик Из Лепестков И Все-таки Не для Виду Скажу тебе Не в укор Будь Медленным На обиду А на прощение Скорь Лжинка Как часто люди Лгут друг другу Стерпелись Просто лгут Без зла Но любит Ложь Ходить По кругу И оттого Она Кругла Обкатан Черный Колобочек Его Попробуй Ухвати Он Между Душ Он Между Строчек Он Знает Всякие Пути Ему Что Горка Что Ложбинка Любые Тропки Хороши О Это Маленькая Лжинка О Это О Спинка Души Рыцари Куда Вы Мчитесь Все Земляне На Что Меняете Уют Вот Свищет Ветер В океане Где Даже Птицы Не Поют И В этом Зверском Ветрограде Где Так Оскалилась Беда Ради Каких Находок Ради Чего Вы Тянетесь Туда Добро Бы На Машинах Путных На Реактивном Ветерке А то На Лодках Лилипутных На Папиросном Коробке На Том Плоту Где Парус Рвется Где В Днище Тычется Беда И Так Бывает Блещет Солнце Что Даже Жмурится Вода Вас Дождь Сечет Вас Ветер Студит Вы Меч Не Вложите В Ножны Ведь Если Вас Таких Не Будет И Океаны Не Нужны А 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 В Какие Годы Своей Жизни Вы Лучше Всего Работали Я Должен Сказать Что Я Работал Лучше Всего В последние Годы Творчество Бывает Раннего Цветения И Бывает Позднего Цветения Бывают Поэты Или Писатели Которые Начинают Писать Только В 50 Лет А Бывает Что Поэт В 25 Лет Уже Сказал Все И Сказал Замечательно Каждый Живет И пишет По-своему Но Мне Лично Лучше Всего Работается В последние Я считаю Так Ну Последние Наверное Лет 15 10-15 Лет Ваше Отношение К пародиям Ну Я Должен Сказать Что Мне В жизни Повезло Или Как хотите Это Назовите Но Столько На меня Пародий Один Лет 9 Пародий На меня Написал Причем Я Абсолютно На него Как вы Сами Понимаете Не обижен Потому Что Хорошую Пародию Просто Во-первых Читать Интересно А во-вторых Иногда Она даже Самому Тебе Показывает Такие Грани Такие Стороны Что Невольно Задумываешься Но Вместе С тем Я хочу Сказать Одну Вещь Выразить Вот Какую Мысль Вы Заметили Наверное Товарищи Что наши Пародисты Работают Так Они Берут Из вашего Творчества Какую-нибудь Одну строчку Отдельно Взятую И вот Начинают Упражняться Так сказать Ходить По этой Строчке Взад И вперед Но ведь Можно Из любого Поэта Из любого Я вам могу В порядке Эксперимента Из любого Поэта Взять Любую Строчку Одну И Так сказать Ходить По этой Строке Во всех Направлениях Мне думается Что это Не совсем Правильно Иногда Вот был у нас Замечательный В свое время Пародист Архангельский Вы наверное Знаете Помните Так он Не делал Это Он брал Поэта В целом И писал На него Пародию И всегда Это было Интересно Так что Я вот Должен Сказать Что наши Пародисты Как мне кажется Прибегают К облегченной Манере К облегченной Жизне На одну Строчку Написать Легче Пародию Чем На все Творчество И вместе Тем Я своим Пародистам Людям Которые Пародировали Меня Благодарен Тем не менее Как по-вашему Можно ли Точно Определить Что такое Поэзия Интересный Вопрос Интересный Вопрос Я думаю Все-таки Можно Как это Не странно Звучит Я думаю Все-таки Можно Только не Думайте Пожалуйста Что я Вот сейчас Выну из Кармана Нечто Ортодоксальное Нечто Трехмерное В длину В глубину И в ширину И скажу вам Абсолютно Точно Что такое Поэзия Хорей Ям Диссонанс Ассонанс Да Конечно Если говорить О слагаемых Поэзий То это тоже А по существу Что такое Поэзия Что это Алхимия Духовная Которая Не подается Никакому Объяснению Или наоборот Абсолютно Зримый Процесс Который Можно легко Объяснить Нет Я думаю Что не то И не другое А что же Тогда И все-таки Можно ли это Объяснить Думаю Что можно Сейчас я Постараюсь Это сделать Как я Это понимаю Досконально Известно Испокон Веков Что Сердце Человеческое Сердце Это Всего-навсего Маленький Механический Насос Который Занимается Перекачкой Крови И все С этим Согласны Я даже Где-то Читал Что Папа Римский Несмотря На все Религиозные Догматы Тоже С этим Согласен Единственное Кто с этим Не согласен Это Поэзия Она Говорит Что Сердце Человеческое Сердце Это не Маленький Механический Насос А это Необъятное Вместилище Человеческих Мыслей И Человеческих Чувств И все Этому Верят Какую Уже Надо иметь Силу Убежденности Чтобы Заставить Людей Верить В то Что это Действительно Так Превратить Каплю Воды В океан Это Тоже Поэзия И дело Тут Не в Преувеличении А в Превращении И вот Если Вы Этому Верите И если Вы Верите Тому Что Сердце Не Механический Насос А Вместилище Человеческих Страданий Радостей Что Сердце Может быть Глупым И Умным Что Сердце Может быть Забывчивым И Памятливым Если Вы Этому Верите Вот Это И Есть Поэзия Единственное Кто Вас Может В этом Убедить Только Поэзия Я Никогда Не Забуду Как В Отрочестве Меня Полоснули По сердцу По душе И так И остались Со мной На всю Жизнь Всего Две Строчки Из Пушкинской Трагедии Борис Годунов Всего Две Строчки Вы Их Наверное Помните Юродивый Сидя На площади Говорит Месяц Светит Котенок Плачет И Так Меня Полоснуло Это Ведь Казалось бы Ну уж Куда Непритязательнее Куда Проще Месяц Светит Котенок Плачет А вот На всю Жизнь Вошло В душу И Щемит До сих пор Щемит Почему Потому что Тут Такое Естественное Соединение Большого И Малого Доброго И Злого Что Только Одна Поэзия Могла Это Сделать Вот Сидит Юродивый На площади И Должен Появиться Царь И Когда Выходит Царь И он Это Говорит И Всего Вот Эти Две Детских Две В сущности Говорят Детских Строчки Простых Непритязательных Месяц Светит Котенок Плачет Вдруг Приобретают Эпическое Звучание Они Начинают Звучать Как Набат Как Удар Колокола Вот Что Такое Поэзия Я Это Понимаю Так Другой Человек Может Понимает Это А я Это Понимаю Так Спорт В вашей Жизни Я Не Представляю Себе Человека В 20 Столетии Который Мог Бы Прожить Без Спорта Не Представляю Себе Я Думаю Что Те Люди Которые Говорят Что Спорт Это Вообще Так Скать Ну Вещь Которая Интеллигентному Человеку Не Обязательно Такие Люди Просто Или Грешат Против Правды Или Или Просто Так Скать Кокетничают Что Ли Потому Что Всерьез Об этом Сказать Нельзя Я Слышал Что Вы Занимаетесь Теннисом Помогает Ли Это Вашим Стихам Юморист Да Товарищ Юморист Очень Помогает Очень Но Всерьез Помогает Верите 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 В то Что Поэзия Влияет На Формирование Душ И Характер Если Бо Я Не Верил Мы Наверное Сегодня С вами Не Встретились Известно Ли Вам Чувство Соперничества Конечно А как Можно Без Чувства Соперничества Жить Я Не Представляю Себе Я Просто Не Представляю Себе Но Соперничество Ведь Может Быть Разное Вот Я Вам Скажу Есть Такое Выражение Белая Зависть Черная Зависть Я Не Знаю Я Так Скаж На Цвета Это Все Не Разделяю Но Вот Хочу Вам Сказать О своем Собственном Чувстве Вот Бывает Иногда Да Вот Даже Слушаешь Вот Эту Передачу Сидишь У Телевизора Выступает Поэт Читает Стихотворение И Так Оно Тебе Нравится И Так Тебе Хочется Написать Лучше Другое Дело Можешь Ты Или Не Можешь Это Другой Разговор Но Так Тебе Хочется Написать Лучше Вот И Это Чувство Естественное Потому Что Если Бы Не Было Чувство Соперничества Был Бы Застой Движения Бы Не Было Людям Не Хотелось Бы Двигаться Один Человек Бежит Быстрее Тебя Тебе Хочется Его Догнать Или Обогнать И Это Чувство Естественное Я Прочитаю Стихотворение Которое Называется Вес В каждом Сидит Беспокойный Бес Каждому Хочется Знать Упрямо А Какой У него У Человека Вес До Волоска До Грамма И Вот Он Кидается Напрямик К весам На Стрелку Глядит Уныло А Я Бо Ему В этот Самый Миг Добавил Все Что С ним В жизни Было Его Дороги И Впрямь В Кось Пристрастия К Хорошему И К Плохому Добро Что Сделать Ему Пришлось Зло Что Он Причинил Другому Грехи В Которых Попутал Бес Любовь Его До Скончания Века Вот Это И Есть Настоящий Вес Каждого Человека Пожелание С каждым Днем И С каждым Утром Новым Утверждаюсь В мысли В свой Черед Человек Обязан Быть Здоровым Остальное Все К Нему Придет Все Придет Приливы И Отливы У Судьбы Раскидистая Сеть Человек Обязан Быть Счастливым А не То Душа Начнет Чернеть И Чтоб В жизни Быть Не Оборимым А не Тлеть Как Уголек В золе Человек Обязан Быть Любимым Одному Незвонко На земле Как вы относитесь К критике По-разному Вообще Я вам должен Сказать Вот о чем Я недавно Думал Какое Надо иметь Мужество Мужество Другого слова Я не найду Чтобы Избрать Себе Пожизненной Профессией Право Критиковать Других Людей Это Очень Непростая Вещь Критиковать Других Людей Значит Как же Критик Должен быть Добропорядочен Образован Объективен Ну я не знаю Обладать чувством Меры Чувством Вкуса В конце концов Для того Чтобы иметь Право Учить Других Людей Как надо И как не надо И вместе с тем Мы же знаем Что у нас Есть Блистательнейшие Критики Блистательнейшие Критики Есть Критики Которым Веришь И Статьи Которых Читаешь С огромным Интересом И ждешь А есть Критики Статьи Которых Читаешь С чувством Неудобным Каким-то Я бы так Даже сказал С чувством Неудобства С чувством Стыда За этого Человека Независимо От того А тебе Ли он Пишет Или А другом Ли он Пишет Просто С чувством Стыда За этого Человека Так это Бывает Мелко Так это Бывает Неинтересно Меня Критика Не баловала Прямо Скажу Я не Избалован У нас Ведь как Бывает Часто Вот Есть Такое Слово Обойма Ну Я Этого Слова Так Скать Я Не хочу Употреблять Это Слово Но У нас Бывают Может быть Это Идет От Пристрастия Критик По-своему Прав Вот Есть У него Пристрастия К Трем К Четырем К Двум К Одному К Пятерым И он Всю Жизнь Как Говорится Так Скать Вот Играет На Этой Трубе А мне Кажется Что Задача Критика Настоящего Большого Критика Это Всегда Открывать Какие-то Белые Пятна Для Себя И для Людей В Духовном Нашем Мире Необходимо ли вам Творческое Вдохновение Для того Чтобы Писать Стихи Я не знаю Что такое Вдохновение Я только знаю Что когда Что работать Надо Каждый День Это моя Точка Зрения Опять-таки Я ее Никому Не Навязываю Но я Считаю Что Работать Надо Каждый День И вот Иногда Начинаешь Работать Вроде Бы Подошел К столу А я Работаю Стоя Всю Жизнь Я Так Уже Привык Просто Работать Вот Подойдешь К столу И вроде Бы Не могу Сказать Что У тебя Так Скать Были Очень Высокие Градусы Но Начинаешь Работать Где-то Ухватил Слово Где-то Что-то У тебя Получилось Сдвинулось Соединилось И Вдруг Захватило 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 Пошло И у тебя Уже Комок В горле И тебе Уже Хочется Писать Писать И писать Поэтому Я считаю Что Вдохновение Оно Всегда Приходит За редчайшим Исключением За редчайшим Исключением Всегда Приходит Во время Работы Чем На ваш Взгляд Отличается Поэт От Стихотворца Стихотворец Стихотворец Вот как я понимаю Стихотворец Это человек Который Научился Сбивать Строчки Сбивать Строчки Можно Научить Даже Зайца Как известно Если бить По голове Его Можно Научить Зажигать Спички Любого Человека Можно Научить Сдвигать Строчки Соединять Строчки Но Есть ли Это Поэзия Нет Нет Вот это Стихотворец То есть Это человек Это Ремесренник В самом Плохом Смысле Этого Слова А поэт Это всегда Человек Который Что-то Открывает Обязательно Обязательно Если он Ничего Не открыл Ничего Вам Что вас Захватило Взволновало Открыло Вам что-то Новое Он Не поэт Ведь В каждом Поэте Вы ищите Собеседника А Собеседник Обязательно Должен быть Интересным С неинтересным Собеседником Вы не будете Разговаривать Зачем Вам терять Время Вот Это По-моему Отличает Истинного Поэта От Истинного Стихотворца Довольны Ли Вы Своей Поэтической Судьбой Ну Как Вам Сказать Если Бо Я Вам Сказал Что Нет Вы Все Равно Мне Не Поверите И Это Было Бо Неправдой А С Другой Сторон Доволен Ли Я Вот Так Все Ли Происходит В Жизни У Меня Так Как Я Хочу И Все Ли У Меня Сбывается В жизни Так Как Я Хочу И Все Ли Я Делаю Из Того Что Я Задумал Конечно Же Нет Поэт Он Ведь Тоже Человек У Него Как У Всякого Человека Бывают И Взлеты И Падения И Удачи И Неудачи Причем У Поэта Неудач Бывает Гораздо Больше Чем У Обычного Человека Который То есть Обычный Человек Это Я Неправильно Выразился Просто Чем У Человека Который Не Пишет Стихов У Него Бывает Больше Неудач И Полностью Быть Довольным Своей Судьбой Это Так Сказ Я Не знаю Такого Человека Вообще Который Был Полностью Был Доволен Своей Судьбой Поэт Тем Более Кого Поэтов Вы считаете Гениальным Не более Не менее Гениальным Как вы Относитесь К понятию Гениальности Да я К понятию Гениальности Отношусь Так же Как и вы Наверное Гений У нас Вообще Надо сказать У нас Вообще Надо сказать Происходит Девальвация Слова Талант Мы очень Часто Употребляем Это Слово Не успеет Человек Еще Опериться По-настоящему Еще Так сказать Встать Хотя бы На одну Ногу Как уже Ему Выдаются Так сказать Патенты В бессмертии И так далее Это бывает У нас К сожалению Бывает Правда И другой Крен И другая Крайность Когда Человека Способного Долго Долго Делают вид Что его нет Что он не существует Делают вид Что такого Явления В литературе Или в природе Не существует Но я верю в то Что настоящий Талант По-настоящему Способный человек Он все равно Рано или поздно Он все равно Придет Придет К своей Заветной черте Обязательно Я в это верю Правда Иногда Это долго Слишком долго Тянется Но что касается Молодых поэтов Вот гениальных И так далее Я бы Со словом Гениальный Не торопился Произносить Это слово Гении Рождаются Может быть Один раз В столетии А молодых Поэтов Талантливых У нас И способных Мы за последние Десятилетия Теперь это уже не молодые А помните Как начинал Евтушенко Ахмадулина Евтушенко Вот вся эта волна Очень талантливые люди Очень Особенный Евтушенко Помогают ли вам Письма читать Или работать И жить Я уже говорил Что вот Сидишь дома Ограниченный Так сказать Невидимыми Барьерами Состоящими Из четырех стен А ведь Какое Это счастье Получить письмо От читателя Вы даже Сами этого Не знаете У меня Была поэма Мать Я ее буду Сегодня читать Вам Я получил Огромнейшее Количество Писем Огромнейшее Количество Писем Я бы об этом Не говорил Сейчас Ну Несколько тысяч Не в этом Я бы об этом Не говорил Сейчас Если бы За каждым Из этих Писем Не стояла Человеческая Судьба Вот Чем мне Дороги Эти письма Приятно Бывает Получить Письмо От читателей Я не скрою Все мы люди Когда пишут Дорогой Сергей Григорьевич Я прочитал Ваши стихи Или там Вашу книгу Или слушал Вашу новую песню Они мне Очень понравились И я там Конечно Это по-человечески Очень приятно И огромное Спасибо Читателю Но когда Получаешь Письмо За которым Стоит Судьба Человеческая Письмо В котором Тебе Рассказывается О каких-то Судьбах О человеческой Жизни Это Необыкновенно Помогает Жить Необыкновенно Помогает Жить И писать Жить И писать А вообще Огромное Вам всем Спасибо За письмо Огромное Спасибо Булата Куджава Как вы Относитесь К его Творчеству Весьма И весьма Положительно Считаю Его Очень Одаренным Человеком Вот Просят Прочесть Мать Заранее Спасибо Первое Слово Ребенок Сказал Мама Вырос Солдатом Пришел Солдатом Солдатом Стало Все Солдатом Мать Хоть Солдатом Мысли Солдатом Солдатом От 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 Нас Пустяк Солдатом 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 Спасибо. Сердце. Зачем так бывает? Скажи. Нас двое, и нету роднее. А точим и точим ножи, Чтоб сделать друг другу больнее. Такие моста, чем слова, Такие пророчим напасти, Что падает навзничь трава И колется камень на части. Сгущаются тучи, темно, Домашняя речка порожит. А сердце, а разве оно Все выдержит, все переможет, А разве ему в моготу Рубцы этой боли кромешной? Все ищем свою правоту, Все раним обидой поспешной, Не ведаем сами порой, Как все это зло и жестоко Оттешимся бранной игрой И старим друг друга до срока. Из моей жизни А вчера Здесь Луну хоронили Вот на этом пригорке, Вот тут. Ветры в колокол черный звонили, И сейчас все метут и метут. Я стою у дороги, А рядом, Окаянно сбиваясь с пути, Две звезды Пробираются садом И не могут друг друга Найти. Только мне Ничего здесь не надо. А когда-то, Не очень давно, Сквозь зубчатые Прорези Сада Мне всегда Здесь светило Окно, И светило оно, И светало, А потом Заугрюмилось Вдруг И погасло, И холодно стало, И деревья согнулись Вокруг. С той поры Здесь заглохли Тропинки, Почернели Узлы на коре, И ни сги, Ни следа, Ни светинки, И осенняя Ночь на дворе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сказание о разлуке А я говорю вам, Не смейте, Не смейте Играть про разлуку На маленькой флейте, Играть на волторне, Играть на органе, Разлуку играют На океане, На звездах, На далях, На осени мрачной, На тучи седой, На любви неудачной, На самой пустынной И длинной дороге. А кто-то всю ночь Простоит на пороге, И я говорю вам, Не надо, Не надо Ни вспышек огня, Ни скрипичного лада, Разлука огромнее, Звука и света, Когда-то кричаться нельзя, До ответа, Когда-то повален Тоской черноликой, Разлуку играют На боли великой, На бурях, В которых не молкнут Раскаты, Два сердца разбиты, Две жизни разъяты, И я говорю вам, Не смейте, Не смейте Играть про разлуку На маленькой флейте. Кто ваш любимый теннисист И почему? Ну, кого я люблю больше всех, Я вам скажу, У нас есть, Я о ней писал даже, Это теннисистка Наталья Чмырева, Чемпионка Советского Союза, Очень интеллигентная, Очень хорошая девушка, Будущая журналистка, Учится она В МГУ, На журналистском факультете. Ну, вот тут пишет филолог, Я не знаю, Это мне лично адресовано Или это общие его мысли, Так сказать. Не кажется ли вам, Что некоторые ваши стихи Страдают прямолинейностью И заданностью, Что в корне Противопоказано поэзии. Если да, То как вы это можете объяснить? Я могу объяснить это только так, Как я объяснил в стихах. Вот так. По-другому я этого объяснить не могу. Могу только сказать, Что то, что одному кажется заданностью, Другой воспринимает это, Это ведь все очень субъективно. Другой это воспринимает, Как откровение. Скажем. Поэтому объяснить то, Что я написал в стихах, Прозой объяснить я, Так сказать, Не пытаюсь и делать этого просто, Я считаю, что это попытка С негодными средствами. Это ни к чему. Все, что я мог объяснить, Я объяснил в стихах. Любите ли вы печататься в газете? Очень. Более того, Я почти все свои стихи, С моей точки зрения лучшие, Печатаю только в газете. Только в газете. Я родился в газете, Я родился в комсомольской правде В свое время. Первую книгу стихов Посвятил комсомольской правде. И печатаюсь только в газете. В правде, в известиях, В комсомольской правде и так далее. И очень люблю. Цитоверение, Которое я хочу прочитать, Называется «Дирижер». И посвящается Выдающемуся нашему советскому дирижеру, Лауреату Ленинской премии, Народному артисту Советского Союза Евгению Светланову. Цитоверение называется «Дирижер». Как эти руки Сняли Молнию с черной тучи, Ветер остановили, Сдвинули в реках лед, Слышишь, Обвалы грома Падают навзничь с кручей, И над весенним Миром Солнечный шар Поет. Солнце звучит все ярче, Ритмов идет Круженье, Трепетным сгустком Света Кажется каждый звук, Какую же надо Выстрадать Силу Воображения, Чтобы слепить Слепить вселенную Мощью, Мощью Вот этих Рук. А человек Руками Снова взмахнул, И снова И отступила Где-то Вечная Мерзлота, И почему-то Чище Стало Людское Слово, И отчего-то В душах Вспыхнула Доброта, Сколько Он отдал Людям, Чтобы Достичь Зенита, Нежным Был И суровым Нянчил Огонь И лед И партитура Жизни Вся перед ним Раскрыта И в отголосках Бури Сердце его Поет. Слово Я был Всегда Упорным, Так люди Говорят, Глушу Себя Снотворным Седьмую Ночь Подряд, Чуть Подремлю И снова Под Караулом Звезд, Всю ночь Ловлю я Слово, Как Чертика За хвост, А чертик Бьет Посуду, Капризничает Хват, Он нынче В моде Всюду, Он нынче На расхват, Глядишь И дался В руки, Глядишь И вон Из рук, О чертовой Науке Непостижимый Круг, Все Пишут, Все Желают Пощекотать Струну, Собаки В рифму Лают На старую Луну, Да что там, Утром Хмурым Мальчишки Петухи Подносят Нервным Куром Охрипшие Стихи, А тут Все Рвешься К зернам, А в зернах Спит Заряд, А тут Глуши Живешь Снотворным, Какую Ночь Подряд, А тут Не ждешь Иного Ни летом, Ни зимой, О слово Слова Слова Тяжелый Праздник Мой АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Большое вам спасибо за то, что этот вечер мы провели вместе. Большое, огромное, человеческое, душевное вам спасибо. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ